спорт лучшее что мы можем сделать для своего здоровья после правильного питания как правильно подобрать физическую нагрузку и не навредить своему здоровью постараемся сейчас разобраться сегодня мы поговорим с сергеем сокольским тренером с 4-летним стажем сергей ответьте пожалуйста кто к вам чаще всего приходят мужчины или женщины конечно женщины это основной мой контингент но мужчины составляют где-то 30-40 процентов то есть тоже есть достаточное количество скажите пожалуйста а как вы можете охарактеризовать основные проблемы лишнего веса у женщин сегодня почему это происходит я думаю что основные проблемы связаны с образом жизни потому что мы мало двигаемся постоянно сидим в неудобных для нас позициях плюс неправильно питаемся недостаточно спим не достаточно пьем воды все это приводит к накоплению жира конечно же и проблемами с опорно-двигательным аппаратом а скажите как вы относитесь к тренировкам дома самостоятельно насколько велика опасность навредить себе ну я считаю что человек который сам решил заниматься это как человек который сам пришел в стоматологический кабинет ну то есть он сам ничего сделать не сможет абсолютно ему нужна помощь ему нужно направление нужно чтобы грамотный человек следил за ним со стороны и подсказывал избегая травм то есть дальнейшем скажите а важно ли дополнять спортивные нагрузки каким-то питанием и витаминами и какие витамины вы бы рекомендовали людям пропивать если человек решил заняться спортом ну сразу скажу что если вам от природы дан реактивный двигатель нельзя на нем поехать если просто заправить туда отходы нужно заправить его высокооктановым топливом поэтому конечно же питание играет ключевую роль когда вы занимаетесь прийти в зал там на три часа в неделю может каждый но при этом не каждый может проехать мимо макдональдса или посчитать количество калорий вот поэтому питание да конечно же всегда и будет фаворе на первом месте а скажите пожалуйста чего точно нельзя делать когда человек решил заняться спортом какие такие основные основная техника безопасности чтобы вы могли посоветовать нашим зрителям ну я считаю что нужно каждое упражнение выполнять осознанно ну в принципе как и каждое действие в жизни если вы приходите в зал сидите в телефоне и при этом пытаетесь что-то сделать отвлекаясь на какие-то сторонние вещи но результата не будет нужно четко понимать для чего вы сюда пришли и работать в точном направлении точно зная для чего вы это делаете и последний вопрос очень актуальный через два через две недели отпуск срочно нужно похудеть ваши рекомендации я тренируюсь вечность вот это все что я скажу поэтому не ищите результата за две недели за месяц за 20 минут в день вам нужно тренироваться все время потому что тренировки это не мотивация тренировки это дисциплина мы никогда не пожалеем о том что потренировались но мы в то же время можем пожалеть о том что мы не тренировались замечательный образ жизни и мышления спасибо большое вам сергей и у нас снова в гостях вернее мы в гостях у алены николаевой очаровательной подтянутой красотки давайте узнаем каким видом спорта она занимается и что она делает чтобы выглядеть вот так шикарно в 38 лет аленушка расскажи пожалуйста какие виды тренировок ты уже пробовал всем здравствуйте значит что я пробовала я пробовала тяжелую атлетику я не совсем правильно конечно знаю название всех тех вещей что я делала я пробовала растяжки женские там где шпагат пресс ну бассейн так с перебоями с бассейна мне все сложнее все не могу намочить свои волосы и нижнюю часть тела в эту воду я когда не очень доверяю а сейчас вот последнее время я пришла к вот работе над опорно-двигательным аппаратом вот сережек тренеру к своему потому что как оказалось я работаю все время сидячая или стоячая работа и у меня не часто получается держать себя ну как бы спина спина вопрос спины и рук и всего остального в общем силушки нету богатырской больше и 38 как ты уже сказала поэтому пришли на именно такой вид спорта где ты занимаешься именно всеми своими суставами и я пошла на пробу не стали погиб просто на пробную тренировку просто попробуй и я сначала не верила что это возможно первая тренировка мне показалось очень странно я ничего не делала я не устала я не мокрая семья ничего не течет я хочу жить я хочу радоваться мне хорошее настроение мне куча энергии я подумала ну ладно может быть это первая такая тренировка но я могу сказать что на сегодняшний день я занимаюсь четвертый месяц только у сережей и ни одна тренировка мне не заходит как ад я всегда чувствую себя легко я раньше чтобы я занималась рано утром для меня это просто нереально я шла уже тогда когда все дела уже поделала и тогда я уже приходила в зал и уже добивала себя тренажерами и шла домой тупо валяться спать отдыхать после этих тренировок я поняла что я могу их делать и хочу их делать только утром после них у меня наоборот есть энергия мне классно легко и наверное на этом я остановилась сейчас исключила растяжки женские потому что я не вижу теперь них смысла тренажеры теперь я тоже не использую зачем я работаю со своим весом и мне это очень нравится как бы за 4 месяца я вижу большие изменения в своем теле и от этого кайфую и поэтому всем рекомендую здорово а скажи пожалуйста какова частота и длительность тренировок как часто и как долго ты занимаешься но смотрите что касается вот этой конкретно тренировки это я занималась два раза в неделю и один раз в неделю я занималась женской растяжкой но вообще для меня было большим удивлением что у меня так стал я не работаю с весом но у меня стали расти мышцы аж так что я прям испугалась что оказывается как со своим весом то есть я становлюсь шире и мне это немножко напугало поэтому я сократила сейчас вот свои тренировки до двух раз в неделю их вполне хватает час времени туда входит и растяжка и все же такие суставчики и все 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 и вот да я занимаюсь понедельник пятница и в среду я хожу на массажи вот массажами расслабляюсь получается то есть как бы когда мне хочется больше мышц чуть-чуть больше да там быстрее или быстрее прийти там к морю еще к чему-то тогда я три раза в неделю хожу вот так вот два мне хватает вполне а какие виды массажа ты предпочитаешь массажи я ходила на массаже которые эрслик такой делается такой машиночкой мне нравится он он антицеллюлитный и так далее и также ручной ручной массажа без масел я люблю без масел потому что не люблю контакта масла на коже вот без масел мне очень классно заходит мне очень нравится я прям кайфую отдыхаю расслабляюсь там расслабляются какие-то мышцы которые за целый день вот стоят или даже когда вот при тренировках ты перетруживаешься я поняла что мне больше массажа какие-то другие кроме ручного просто не нужны мне хватает вот этих именно тренировок здесь серёжа ставит как-то так вот саму работу я еще раз повторю что я абсолютно без напряга но мне работать просто все мне крепатура есть на каждый после каждой тренировки я никогда не выхожу убитой шикарно а ты до тренировываешь что-то еще дома вообще нет а как ты относишься к тренировкам через youtube вот эти все знаменитые сейчас онлайн тренировки и так далее пробовала когда-нибудь ну это не для меня это когда так как и вот эти такие жесткие диеты это не для меня то есть я человек творческий мне нужно быть в движении в работе я должна быть в графике в режиме дня то есть для меня офигенно встать утром мне уже как бы режим такой я завтракаю часик гуляю иду на тренировку мне нравится находиться именно в зале потому что здесь есть все приспособления для того чтобы сделать каждое из упражнений не стоишь там на диване себе позвоночник не ломаешь там я пробовала там пару раз какие-то выпады сделать но это все бесполезно я считаю что каждому свое место то есть работа работой зал залом спорт спорта и меня не хватает и тут тренер понимаешь когда говорю не могу то он говорит надо я как будто бы ему не могу отказать как будто ему надо знаешь и поэтому я тружусь именно благодаря тому что надо мы стоим не так хорошо спасибо большое аленушка за твою красоту которая ты вдохновляешь других женщин на такие подвиги пойти в спортзал и начать наконец-то заниматься спортом с вами была алена николаева и алена федорова журналом рита подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии мы обсудим все интересующие вас вопросы с аленушкой прямо вот у нас внизу и следующем видео мы обсудим как на нашу фигуру влияет фигурное катание с вами была алена федорова оставайтесь с нами